Одесская юридическая академия снова стала площадкой для обсуждения фундаментальных изменений в украинское законодательство. Предмет дискуссии – рассмотрение налоговых споров в административных судах. Эксперты не прошли стороной и роль контролирующих органов и поведения налогоплательщиков в различных ситуациях. По словам президента юракадемии, заслуженного юриста Украины Сергея Кивалова, пользу от таких встреч трудно переоценить. Ведь научный потенциал ВУЗа достаточно квалифицирован и готов предоставить теоретическую базу практически для любых законодательных новаций. Подробнее о событии в материале наших корреспондентов. За одним круглым столом руководство Кассационного административного суда в составе Верховного суда, Государственной налоговой службы и профессорско-преподавательский состав одной из самых сильных правовых школ страны, а именно Одесской юридической академии. Предмет дискуссии – актуальные проблемы правоприменения при рассмотрении налоговых споров в административных судах. Как суды, так и податковые органы, дотримуясь принципу, такого, людинно-центрического принципу, мы все маем стоять на защите прав, свобод и интересов наших платников податков. Тому и залучені они. И очень приятно, что далее, проводячи такие заходы, мы дотримуемся того принципу, что мает площадка проведения этого захода, чтобы быть нейтральными. Мы постоянно, в разе необходимости, обратимся до науковцев, до науковых установ, с того или иного привода правозастосования. У нас очень сильная суть в том, что знание практики Европейского суду справедливости, даже Европейского суду справедливости, которые работают в этой палате. Поэтому все сделано для того, чтобы на належном уровне решить конфликты, которые возникают в этой сфере. Мы пытаемся выполнять решение суду больше, чем значено в решении суду. Коллеги пытались постановить новое решение комиссии, начали отрабатывать решение суду по суду. Сейчас мы просто выправляем эту практику и означаем, что так, суд вправе остановить решение, если он считает, что для этого есть подстава. Мы вправе обратиться с соответствующими процессуальными документами, если мы с этим не согласны. По словам заслуженного юриста Украины, академика Сергея Кивалова, подобные встречи полезны тем, что помогают посмотреть на проблему как с научной, так и с практической точки зрения. Каждое пятое дело у нас, которое поступает в суды, оно касается налогов, платежей. Вдумайтесь, каждое пятое дело, то есть каждый пятый человек обращается в суд. И административная юстиция, административный суд, как первая инстанция, вторая, кассонная инстанция, он отвечает и он подводит итоги. Люди сегодня обращаются в административную юстицию, чтобы защитить себя от исполнительной власти. Я считаю, что это очень важно, когда налоговая служба вместе с Верховным судом определяет методику рассмотрения этих дел, порядок обжалования административных дел. Профессиональные дискуссии, говорят участники Круглого стола, становятся движущей силой для сдвига в судебные отрасли. Только во время диалога можно услышать и разобрать актуальные проблемы, возникающие при рассмотрении не только налоговых споров. Именно в такой дискуссии можно ознакомиться, в частности, с ролью контролирующего органа, представляющего свою позицию в суде по итогам проверки деятельности и отчетности налогоплательщиков. Результатом таких мероприятий может быть более четкое соблюдение тех или иных норм налоговым органам. Если будет меньше споров у платника податки с налоговым органом, соответственно, будет меньше делу административных судов, мы в этом заинтересованы, чтобы законодательство было предсказуемым, чтобы реакция субъектов ладных полноважений была понятной. В налоговом споре, с одной стороны, принимает участие государство в виде фискального органа, ну, державные податковые службы, а с другой стороны – плательщик налогов. Но в то же самое время этот плательщик налогов, за ним стоят все другие плательщики налогов, потому что его, скажем так, эта позиция, которая может быть выработана в рамках этого спора, будет применяться ко всем остальным. И это очень важно. Мой выступ был посвящен теме деяких особенностей процедуры доказания в процессе проверки податкового и на противогу ей в судовом процессе. Оскільки на перший погляд может здаваться, что нормы податкового законодательства перебывают в певном конфликтах с Кодексом административного судочинства, и с этого можно выяснить, что деякие позиции Верховного суду перебывают в конфликтах, то важливо было провести розмежування и заглибить в тематику достаточно глубоко, чтобы спростировать такие поверхные подтверждения. Я у своей доповеді сьогодні звертала увагу на то, что оця співпраця науковцев, суддов и практик, она очень важливая, потому что законодательство постоянно изменится. И без доктрини, без ретельного анализу науковых мы не можем формировать судовую практику, которая устоит. Мы должны сегодня дать про единство судово-практики, чтобы решение было мотивированным и зрозумимым для сторон. И очень часто сегодня вы увидите в судовых решениях, что суд сягает по доктринальному тлумачению. Этот подход отвечает европейским тенденциям. И очень важно, чтобы не только практики, которые представляют суды, не только науковцы, которые анализуют судовую практику, но и студенты были долучены до цієї дискуссии. Потому что сегодняшние студенты – это завтрашні суди, адвокаты, представники фискального органа. И это майбутні парламентарі. По словам председателя Касационного административного суда в составе Верховного суда Михаила Смаковича, при рассмотрении налоговых конфликтов в судебных органах можно смело использовать наработки зарубежных коллег. Законодательства в этой сфере, что примечательное в Украине и той же Польше, несущественно отличаются. А вот его применение разнится. Уже на сьогоднішнем заходе звучали пропозиції, чтобы мы сделали такие навчальные заходы для судов, административных судов, в том числе и для субъектов владных поноважений, для працовников податковых органов, щодо навчания, застосования практики и судово, и публичної других стран. И пропонувалось Польща. Поэтому это также позитив этого захода, что мы выходим и будем все делать для того, чтобы организовать новые майданчики и таким шляхом кроковать по судовой практике европейских стран, поскольку законодательство практически то же самое, а правозаставление совсем інше. Представители административной юстиции отмечают актуальность места проведения дискуссии. Одесская юридическая академия не просто стала площадкой для обсуждения спорных моментов в деятельности налоговых и контролирующих органов. Профессорско-преподавательский состав готов предоставить научную экспертизу по проблематике правоприменения при судебном рассмотрении налоговых споров, которая, в свою очередь, может стать базой для соответствующих изменений в законодательстве. Отметим также, что в пятом апелляционном административном суде действуют филиалы двух кафедр Одесской юридической академии, административного и финансового права, а также организации судебных правоохранительных органов и адвокатуры. Мне кажется, что выбор нейтральной площадки научного учреждения, ВУЗа, это очень важно. Почему должен суд высказывать свою точку зрения на своей территории или налоговая на своей? Это нейтральная площадка, это просто превосходно. Мы давно сотрудничаем с юридической академией. Многие выпускники этого ВУЗа хотят работать в стенах пятого операционного административного суда, и некоторые лучшие получают путевку в жизнь. Так что наше сотрудничество очень плодотворное. Мы знаем, что не было бы юридической академии без президента, без его энергии, без его идей и без невероятного контроля над воплощением этих идей. Сергей Васильевич Кивалов приложил огромное количество усилий для того, чтобы университет был лучшим в стране. «Користуюсь нагодой, хочу подякувати університету за те, что прихистив нас сьогодні. Я вражена тими умовами, в яких ці діти, они еще мают большую удачу. Если бы на сегодняшний день решилось вопрос, где добывати освіту моим дітям, я бы, звісно, надала перевагу цьому університету, тому що його матеріально-технічна база, його інтелектуальна, освітня фундамент, вони вражають». Круглый стол був поделен на несколько сессий, каждая из которых была посвящена конкретной проблеме, связанной с рассмотрением налоговых споров в административных судах. В свою очередь президент Одесской юридической академии озвучил предложение, которое было единогласно поддержано гостями мероприятия. «Это очень важно. Вот мы закончили комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу. Он сегодня, каждый следователь, каждый юрист имеет как настольную книгу наш комментарий. Это ученые показывают, что они помогают не со стороны прокурора, не со стороны адвоката, а нейтрально мы показываем, вот так мы видим тот или иной процесс. Я считаю, что пора уже переместиться в административную юстицию и создать настоящий комментарий к административно-процессуальному кодексу». «Безпосередньо то Сергей Васильевич пропонує разом із судьями Конституционного административного суду підготувати коментованный кодекс административного судочинства України. Я думаю, це буде такою вагомою, вагомим внеском у належный, эффективный, динамичный захист прав, свобод и интересов люди в Украине. И мы, звичайно, принимаем такие запрошения до работы щодо таких проектов. И я переконан, что нам все вдастся». Многие почетные гости круглого стола побывали в стенах Одесской юридической академии впервые. А потому с удовольствием приняли предложение президента вуза провести для них небольшую экскурсию. Участники встречи побывали в университетской научной библиотеке, которая является крупнейшей в Украине, ознакомились с литературой, представленной в музее редкой книги, изучали экспонаты музея оружия и убедились, что будущие судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы обучаются в комфортных условиях. Материально-техническую базу, говорят гости мероприятия, не сравнить с той, которая есть у других юридических учебных заведений. Просторная аудитория, современная специализированная техника, спортивная инфраструктура. У студентов есть все, чтобы качественно готовиться к своей профессиональной юридической карьере. Вражения очень позитивные. Единое, что еще не все юридические в Украине имеют такой уровень и такую базу. Но при этом очень очень хорошо, что уже есть такие взорцы, до которых мают тянутся ничьи. Сергей Васильевич, он уже столько про себя рассказал своими справами. И вот, зокрема, тут, где мы сейчас перебиваем, это научная демонстрация того, что, вы знаете, он уже просто на тому уровне, когда слова уже заявляют. Справы кажут набагато больше. Тем более, я просто нагадаю, один из еще давних римлян – справы завжди сильнейшие за словами. «Национальный университет Одесская академия очень популярный. Очень много юристов из этого вуза и сейчас в Верховном суде. Зи мною очень много працюють вихідцы из этого вуза. И, конечно, я очень враженный материально-технической базой и всем, что тут есть. Насколько сейчас эти базы, эти классы сучасные, развинутые, они отвечают сегодня и работе правоохранных органов, в том числе и судовых органов. Враженный компьютерными классами, потому что сейчас век это очень важно, и без этого никуда. Мы все знаем, и разные кибератаки и так далее. Я, конечно, очень враженный спортивной базой, потому что я очень люблю спорт и все умовы для студентов, в том числе и враженный тиром, тиром, яка коллекция и разные сброи. Казалось бы, мы часто встречаемся и с Кассонной административной палатой, и в Киеве, и в Одессе, но сегодня прошли вот эти встречи именно в стенах нашего университета. И Евгений Оленик, и Михаил Смакович, они сегодня, ну, посмотрели материальную базу, посмотрели научную базу, которая есть. Мы обсудили вопросы, связанные с тем, что нам в дальнейшем необходимо будет больше сотрудничать с судьями Верховного суда, которые рассматривают административные дела. И сегодня то, что у нас при Национальном университете Одесской юридической академии создан Южноукраинский центр Национальной академии правовых наук, это очень важно. Это высновки, это свое видение с точки зрения науки, юридической науки. Поэтому мы сегодня, обсуждая этот вопрос, конечно, показали, что мы имеем и научную библиотеку, и многие были, допустим, Михаил Иванович Смакович был удивлен, что все решения Европейского суда по правам человека поступают в первую очередь в Национальный университет юридической академии. Все решения, которые есть, только вышло решение любое, оно у нас уже в оригинале есть. Не секрет, что если в стране отлажена работа налоговых органов, граждане добросовестно платят налоги, а профильная государственная служба закона работает в рамках своих полномочий, то эта страна успешна. Бюджет пополняется, законы соблюдаются. Надо надеяться, подобные встречи в Одесской юрокадемии с таким уровнем экспертности спикеров именно к такому статусу нашу страну и приблизят.